Всем привет! Продолжается тыквенный марафон продолжительностью в одну неделю. Я снимаю каждый день видео с рецептами, в состав которых входит тыква. И сегодня на ужин я готовлю запеченную тыкву с макаронами. Вообще заставить детей съесть тыкву, это надо очень постараться. Я испытывала разные способы приготовления тыквы и пока не нашла рецепт с беканки, который понравился всем. Для приготовления нам понадобятся макароны. Я использую макароны небольшие, в данном случае это рожки, полубублики. Один стакан. Масло растительное грамм 70-80. Два яблока, это сорт Антоновка. Одно яйцо. Панировочные сухари. Сахар 3 столовых ложки и пол чайной ложки корицы. Соль. Здесь у меня соль морская. Добавляем по вкусу. И самый важный ингредиент, это конечно же тыква. Сюда я ее беру 1 кг. Рецепт приготовления запеченной тыквы с макаронами я оставлю под видео. Ну и начинаем готовить. Для начала отварим макароны, но их самое главное не переварить. Мелко нарезаем кубиком яблоки, очищаем от кожуры и также нарезаем мелко тыкву. Мелко нарезаем. Вот так вот. Вкусная, 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 да, мама? Да. Да, мама. Я теперь люблю. Я теперь люблю. Я очень сильно люблю. Тыква и яблоко мелко порезаны, макароны отварены. И сейчас мы слегка присаливаем тыкву, но соль добавляем по вкусу, как вы хотите. Перемешиваем. Тем временем поставим сковородку на плиту, добавим немного растительного масла и обжарим тыкву вместе с яблоком. Добавляем немножко масла. И отправляем обжариваться тыкву и яблоко. Обжаривать будем 10-15 минут, не больше. Тыква обжаривалась в течение 10 минут. Вообще для этого рецепта лучше использовать тыкву мускатных сортов. И тем временем, пока мы дальше будем готовить блюдо, нужно будет разогреть духовку до 180 градусов. Затем смешиваем обжаренную тыкву с яблоками с макаронами. Добавляем 3 столовых ложки с горкой сахара и пол чайной ложки корицы. Смотрите по сахару сами. Если вы любите более сладкое, добавляйте побольше сахара. Затем вбиваем одно яйцо и выливаем оставшееся растительное масло. И все очень хорошо перемешиваем. Вымешиваем очень хорошо. И заодно пробуем на вкус. Так, для меня сейчас маловато сахара. Каждый раз всегда по-разному. 3 ложки сахара это как основа. А там вы дальше добавляете по вкусу. Я сахара добавляю каждый раз по-новому. Где могу побольше, могу поменьше. Все зависит от вашей тыквы, насколько она сладкая. И насколько вы любите вообще сладкое. Сейчас достаточно. То есть смотрите сами, чтобы запеканка у вас не получилась пресной. Добавляйте по вкусу и сахар, и соль. В общей сложности я сейчас добавила 6 ложки сахара. Так мне сегодня захотелось. Теперь берем форму. Я буду использовать в качестве формы эту же сковородку, в которой я обжаривала и тыкву с яблоком. Ее можно использовать в том случае, если у вас ручка съемная. Она у меня съемная, поэтому могу себе позволить. А вообще форму можно брать любую. Все. Хорошо перемешанную основу выкладываем в форму. Делаем красоту. Равняем аккуратно. И сверху посыпаем панировочными сухарями. Их можно делать самим, конечно же. А можно купить. Здесь уже ваш выбор. Нету сухарей, можно не добавлять. Но это, знаете, для красоты. Она возьмется... Вот такая красота получается. Теперь выставляем в духовку на 180 градусов на 20-25 минут. 25 минут духовки и запеченная тыква с макаронами готова. Лучше дать, конечно, немножко остыть. Ну, а мы сейчас с вами попробуем. Получается очень ароматная. Ну, а теперь продегустируем. Получается очень и очень вкусно. Смотрите. Главное угадайте по сахару, потому что его нужно положить в меру. Здесь у меня 6 столовых ложек с горкой. И этого достаточно. Яблоко Антоновка дает легкую кислинку. И за счет вот именно яблока блюдо получается непресным. Корица здесь самое то. Прибивает и запах тыквы, если кто не любит. Для детей будет просто отличный вариант. Если, конечно, вы хотите еще слаще, добавьте еще сахара. Но вот здесь мне достаточно. Но иногда бывает, знаете, и 3 столовых ложки с горкой сахара достаточно. Смотрите сами. Самое главное, пробуйте это блюдо еще до того, как вы будете его запекать. А так отличный вариант ужина или обеда. Я желаю приятного аппетита. Тыквенная неделя продолжается. Заходите на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода